Можно постучать по сковородкам. То есть мы даем то, что детям очень нравится, и, может быть, им не дают этого делать дома. Творческий гений отечественных благоустроителей иногда рождает совершенно удивительные вещи. Например, такие, как скандально известная детская площадка в Архангельске под названием «Силовичок». На ее фоне почти привлекательно смотрятся стандартные игрушечные замки с горкой и лесенками, выполненные в кричаще ярких цветах. Именно так выглядит игровая площадка для детей в типичном российском дворе. Однако в последнее время пластмассовые Кремли все чаще подвергаются критике со стороны урбанистов. Чтобы дети были счастливы, им нужно дать свободу, им нужно создать ничем не ограниченные условия для игры и общения. А что происходит на наших детских площадках? У нас детей специально загоняют в четкие сценарии поведения, которые взрослые для них прописали, при этом с детьми не посоветовались. Но на хорошей площадке не может быть правильного и неправильного поведения. Дети должны сами придумывать себе правила игры. Только так они смогут чему-то научиться. И все же мировой тренд на оригинальные интерактивные и разнообразные детские площадки постепенно приходит в Россию. Например, в Москве на ВДНХ есть вот такой космический городок. А вот игровая зона на набережной озера Кабан в Казани. Дети устраивают запруду с помощью насосов и шлюзов. Что же касается Уфы, то здесь самая современная площадка расположилась у лайфстайл-центра «Башкирия». Мы пытались сделать не то, что бывает во всех городках, во всех дворах, а чтобы это было интересно и необычно, и главное, нравилось детям. Потому что мы очень часто можем смотреть, что в городках вроде и горка есть, и домики есть, а дети там не играют. Слишком избитые, слишком стандартные, слишком яркие форматы. Мы пошли немножко от другого. Мы пошли от натурального дерева, от натуральных камней, от натуральных спилов, от того, что, наверное, играли там наши бабушки, наши мамы, может быть, мы сами. Когда дети сами придумывают себе игрушку. Коллектив лайфстайл-центра самостоятельно разработал проект этой площадки. Работы начались два года назад. За это время здесь появились современная лазалка, качели-сетка, скалодром, круглогодично действующая горка. Через систему труб, кричалку можно переговариваться с друзьями. А вот такой стенд для самых маленьких поможет в игровой форме развить мелкую моторику. В дальнейших планах команды разнообразить и озеленить площадь перед лайфстайл-центром. Очень здорово придумали. И то, что больше как-то эко-продукты такие, из дерева, развивашки. Детям здесь постоянно. В хорошую погоду очень много детей. Очень оригинальное, очень хорошее. Очень нам нравится здесь играть, гулять. У нас есть обычная площадка, но здесь много детей бывает. И вот здесь больше развлечений для них. Ну, есть там еще площадка во дворе. Ну, там мало качелей, и горок мало. Там как-то с советских времен такие вот площадки. На них, можно сказать, ну, может быть и безопасно, но все равно не очень интересно. Ну, там одна горочка, песочница. Современные урбанисты предъявляют несколько требований к детской площадке. Во-первых, она должна быть пространством с минимальными ограничениями, где можно самому сочинять правила. Во-вторых, интересно на ней должно быть детям разного возраста. Также желательно применение натуральных материалов, спокойные цвета и близость к природе. Говорят, есть простой способ узнать, насколько хороша детская площадка. Взрослые должны ответить себе на вопрос, насколько им самим интересно на ней играть. Мне, например, пришлись по душе барабаны из пластиковых труб. Площадки в таком стиле пока что редкость для нашей республики, и не всем они приходятся по нраву. Так, в августе на общественных обсуждениях местные жители раскритиковали проект нового парка в микрорайоне Южный. Вместо оригинальной игровой зоны в форме головы оленя они попросили обычную типовую площадку. Ну, а если вы и ваши дети все же хотите опробовать современную детскую площадку, посетите игровую зону у лайфстайл-центра «Башкирия». Вход на нее свободен для всех желающих. Артем Валитов, Руслан Габидуллин и Игорь Яковлев. Телеканал ЮТВ.